Народ, я вас приветствую, меня зовут Александр Лапшин, я блогер и путешественник, который посетил 146 стран мира, но больше стал известен тем, что в 2016 году меня арестовывают в Белоруссии по запросу Генпрокуратуры Азербайджана из-за туристической поездки в Нагорный Карабах. Это была шумная скандальная история, протестовали и страны Европы, и России, и Израиль, и США, тем не менее меня выдали, в Азербайджане устроили кукольный суд показать, то мне попытались убить, потом меня отпустили, а теперь я сужусь с Азербайджаном в Европейском суде по праву человека, обвиняя руководство этой мусульманской страны в покушении на убийство. На сегодня я хотел поговорить о другом. Меня часто спрашивают, что меня сподвигло стать путешественником. В свое время я учился в двух вузах, я изучал экономику, потом изучал юриспруденцию, но ни тем, ни тем я никогда не занимался, а я стал путешественником. Вы знаете, наверное, все началось с одной фотографии. Вот, взгляните на эту фотографию. Здесь слева направо изображены Фрума Барац, это двоюродная сестра моего дедушки, муж Фрумы, и крайний справа это Абрахам Барац, о котором я вам чуть дальше расскажу. Просто я вам рассказываю, с чего все начиналось. Итак, в 1946 году она была среди тех советских евреев, кому позволили эмигрировать в еще не созданный Израиль. Ну, как мы помним, Сталинский СССР первые годы был большим сторонником создания еврейского государства в Палестине. Ну, вероятно, с целью подрыва британского влияния на Ближнем Востоке. Но вместо Палестины она, Фрума, как и тысяча других евреев, попала в британский концлагерь Хилатимопту на Кипре. Это в 20 километров к северо-западу от Ларнаки. Там и во втором лагере, который назывался Караул, возле Фомагуста, это сейчас на территории оккупированной Турции, с северного Кипра, англичане держали около 50 тысяч евреев, бежавших из захваченной Гитлером Европы. Причем британцы считали, что еврейские эмиграции в Палестину наносят удар будущему британских колоний в целом и на Ближнем Востоке в частности. Поэтому они разворачивали корабли с еврейскими беженцами, то есть людьми, которые спасались из фашистских концлагерей, либо отправляли их назад в Европу, где тех просто добивали, либо сажали в концентрационные лагеря на самом Кипре. Фрума провела в этом концлагере около двух лет, и лишь в 1948, уже после создания Израиля, британцы позволили этим несчастным людям продолжить путь в Израиль. Ну, в общем, они отплыли из кипрского порта Лимассол, они под конвоем, естественно, англичан, они прибыли в Хайфу через сутки плавания, оказавшись в стране, где во всю гремель взрывы шла война, это имею в виду война за независимость Израиля. И уже несколько дней спустя она и сама оказалась на войне, пройдя очень короткий курс стрельбы из винтовки, благо, что был опыт Великой Отечественной войны. Кстати, на тему вот этих вот событий, на Кипре вот этих вот лагерей, где бежали евреев, есть шикарный голливудовский фильм, снятый в 60-м году, называется «Эксодус», исход по-русски, с Полом Ньюманом в главной роли. И фильм интересен не только необычным и классным сюжетом, но еще и кадрами, еще единого Кипра, 60-й год. И там еще показывает Израиль, каким он был вот в те годы. Это очень интересно, очень прикольно. Короче, фильм очень рекомендую. Возвращаясь к той фотографии, значит, вы поняли, да? Слева была Фрума, посредине, значит, сидит ее супруг, с которым я не был знаком, а вот справа сидит ее брат. Имя брата – Абрахам Барац. Если вы думали, что судьба этой женщины достойна книги, да, то я сейчас вам расскажу про ее брата Абрахама. Дело в том, что именно он привил мне любовь к путешествиям, сам того, видимо, не предполагая. Его судьба, кстати, в чем-то напоминала судьбу сестры. Они оба родом из Вильнюса. Когда Прибалтику захватили Советы в 1940-м, Абрахам как раз учился в Варшаве в университете. И вернуться в Вильнюс он не смог из-за заблокированных границ. Ну, вы помните, там Польша была разделена, исходя из договора Риббентроп-Молотов, ну и так далее. А в 1941 году ему удалось, спасаясь от нацистов, перебраться из Польши в Швецию, которая была нейтральной и которая предоставляла беженство многим евреям, спасавшимся от нацистов. В 1944-м, когда открылся Второй фронт, он воевал, насколько мне помнится, в составе польской армии Краевой. И вернулся в Вильнюс уже в 1945-м. Но там его, собственно, никто не ждал. Вся семья была уничтожена нацистами, а еврейский квартал был весь в руинах. И в итоге он отыскал свою сестру Фруму, но встретиться не смог, потому что она оказалась в СССР, а он в Европе. И в 1948 году он эмигрировал из Швеции в едва созданный Израиль. И тоже, как и многие другие, сразу был призван в армию. И вот правили воевать в район нынешних городов Афулы и Бетшан, это север Израиля. И надо было отражать нападение иракской армии, которая как раз в тех местах атаковала вот едва созданное государство Израиль. И примерно в тот же период времени он, собственно, нашел свою сестру Фруму, которая тоже находилась там. А после войны за независимость он закончил учебу, прерванную в Варшаве в 1941-м. И, наконец-то, он стал инженером. Кстати, многие здания в современном Тель-Виве – это разработки его конструкторского бюро, которое он открыл в начале 50-х. И некоторые из них, кстати, являются защищенными историческими объектами, куда приводят экскурсии. То есть, это архитектура первых лет после создания государства Израиль. Там есть интересные вещи. А году в 1960-м, 1963-м, я точно не помню, он уехал работать в Бразилию, и там женился на местной бразильской девушке и перевел туда свой инженерный бизнес строительный. Там у него родились дети. Но в 1973-м году, когда в Израиле началась война судного дня с Египтом и Сирией, и затем так называемая война на истощении с Египтом, он вот в этот период вернулся и ушел добровольцем в израильскую армию. Там он был ранен. И году в 1974-1975-м он вернулся назад в Бразилию, ну, так сказать, исполнив свой гражданский и национальный долг. И с тех пор он постоянно ездил по миру. Он жил с семьей в Гонконге, в Австралии, в США, в Мексике, в Португалии, в ЮАР, в Эмиратах. Мне кажется, он даже в Иране успел поработать еще при Шахе до Исламской революции. Он очень много фотографировал и собирал сувениры из поездок. Лично я с Абрахам познакомился в 2000-м году или в 2001-м, точно не помню. Он был уже глубоким стариком, ему было очень близко к 80-ти. И впервые с 1974-го года он снова приехал в Израиль. То есть, он в Израиле не был очень много лет. Практически 20 лет, 20 лишним лет он не был. И здесь, в Израиле, он наконец-то встретился со многими членами своей семьи, близкими и не очень. Часть из них он не видел с 1941-го года. Например, моего дедушку. Они же, получается, двоюродные между собой. Помню, старики поднимали тост за то, чтобы в следующий раз встретиться уже в Бразилии у него в гостях. Но как бы было видно, что всерьез никто на это не надеялся. Люди были пожилые, больные. В общем, они все понимали, что нет. Моего деда не стало некоторое время спустя после той встречи. А других двоюродных, троюродных, вот того поколения тоже не стало там через несколько лет. Ну, собственно говоря, сегодня нет никого. А сам Абрахам умер в 2011-м году в своем доме в Сан-Пауло в Бразилии в окружении троих детей. И, примерно, десяти внуков. Можно сказать, человек прожил, ну, наверное, счастливую и очень необычную, богатую на события жизнь. А когда Абрахам гостил в Израиле, опять возвращаясь к 2000-му году, он приехал надолго, на месяц примерно. И мы с ним несколько раз виделись. Гуляли по Тель-Авиву, общались. Он рассказывал про то, как он участвовал в войне за независимостью Израиля в 1948-м. И даже на машине, помню, прокатились по местам боев. Ему самому было интересно увидеть, например, город Афула, ну, которого тогда не было. Ну, вот он примерно помнил вот этот рельеф, примерно помнил, где там были окопы, где что. А сейчас там, ну, обычные жилые дома стоят. Еще он оставил нам много сувениров из Бразилии. Там разные поделки из глины, которые лепят индейцы в джунглях Амазонки. Еще осталась от него картина, которую он написал сам. Там колоритные домики в городке Сальвадор на севере Бразилии. Вот, взгляните. Вот, я вам сейчас это покажу. Вот, смотрите. То, что он привез и нам подарил. Видите, вот такие фигурки, которые он купил где-то там вот в Амазонии, в Бразилии. Ну, это вот на память об этом человеке осталось. Я вам сейчас покажу картину. Он еще и картины рисовал. Причем сам их рисовал. Смотрите. Вот. Потом он звал в гости, но как-то все не складывалось. Где только не побывал. Но навестить этого удивительного человека в Бразилии как-то так и не сподобился. Все откладывал потом, потом, потом. А потом пришла печальная весть о его смерти. Из этого мораль. Народ, любите тех, кто рядом с вами, пока они живы. Не откладывать на потом ничего. Потому что потом уже не будет. На связи.